Книга открытым оком 9 том тема крещения вопрос 2231 я никогда не видел как крестят сектанты их крещение по образу хотя бы внешне более запоминающиеся чем наше православное отвечает Игнатий Тихонович Лапкин наши сестры ходили на это крещение в кавычках. Татьяна Кузьмична Капустина телефон 2281-37 и Петеримова Алексина Пантелеевна 2319-48 сама бывшая баптистка из баптистской семьи но потом принявшая истинную веру православной церкви вот как они описывают это в кавычках таинство. Барнаул 29 мая 2004 года суббота после 13 дней посещения программы от Заокской духовной академии пророчества исполняются самая массовая программа по изучению древних предсказаний в истории Алтайского края крестилась 206 человек два дня к ряду. В пятницу на представлении объявили о бесплатном крещении в субботу в бассейне ОПИС. В субботу в 10.30 ждали желающих креститься возле дворца зрелищ и спорта. Женщина ходила с небольшим плакатом где крупно было написано крещение и всем проходящим мимо предлагалось бесплатное крещение. По мере накопления людей их отводили в бассейн. Кто просто проходя мимо решил покреститься им дали белые халаты. Когда шли в бассейн то пожилая женщина говорила что ее крестили в 4 года но что она неосознанно крещена и будет еще креститься. При подходе ко дворцу зрелищ и спорта желающие креститься сразу регистрировали вели учет. В раздевалках люди переоделись, кто во что, просто сменили одежду. В белых рубах не было ни у кого. Крещение проходило в детском бассейне. В воду по пояса шли 7 священнослужителей в кавычках и 2 дьякона в кавычках, помогающие спускаться в воду людям. На противоположной стороне бассейна стоял Вадим Бутов и еще один человек на суше и хор из нескольких 6-7 человек с пройдоковой Ириной, исполнительницей песен. Бутов В.С. кратко сказал о втором пришествии Христа и Евангелии от Марка 16 глава 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И попросил всех громко повторить это. Затем рассказал, что раньше самой жестокой казнью было, если человека приковывали к мертвецу, и он умирал медленной смертью от трупного разложения. И вот вы оказались на месте этого человека, прикованного к мертвецу, и вдруг вас освобождает. Куда бы вы побежали? К воде очиститься. И вам предстоит очиститься. Веруйте вы в Бога Отца. Веруем. Веруйте во Христа. Веруем. Веруйте в Божьи заповеди. Веруем. Веруйте, что человек храм Святого Духа. Веруем. Веруйте вы в крещение. Веруем. Очень кратко стал молиться Бутов. Пройдокова с хором поют. Бог любит всех нас. Скоро придет Бог ко мне. Аминь. По вере вашей мы крестим вас. Бутов. Семь пастырей в кавычках стоят в воде вдоль бассейна на небольшом расстоянии друг от друга. Спускается семь человек, и каждый встает к одному из в кавычках священнослужителей. Крещаемый левой рукой держится за левую руку священнослужителя в кавычках, а правую руку держит на его руке ладонью вверх. И креститель в кавычках объясняет каждому, что этой ладонью он должен прикрыть нос. Бутов и рядом стоящий с ним человек по очереди произносит. Во свидетельство призываю небо и землю. По вере вашей крещу вас своими отца и сына и святого духа. По данной мне власти от Бога крещу вас своими отца и сына и святого духа. Священнослужители в кавычках придерживают жертву, опрокидывают ее на спину в воду. Хор поет аллилуйя. И все. Крещение завершилось. Пока семь человек опрокидывают, другие семь уже стоят рядом в воде и ждут. И так непрерывным конвейером. По окончании Бутов сказал «Добро пожаловать в нашу семью» и объявил, что крестилось 144 человека. Потом учили молитву отче наш. Бутов говорил часть молитвы, остальные громко повторяли. Пригласил на вечернее занятие. Вот такое лжекрещение все же более импозантно и более приемлемо слушателям курсов библейских, более близко к евангельскому крещению хотя бы внешне, не считая самого внешнего обряда опрокидывания в воду на спину. Это есть образ положения во гроб, а не во смерть Христа, который умер, стоя на кресте прямо. Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились? Это адвентисты так профанировали крещение, в кавычках, стараясь как можно скорее захватить в свои сети все, что не попадется. У баптистов более солидно выглядело раньше, когда готовили, до нескольких месяцев даже. У нас же в нашей общине готовят до трех и до пяти лет, да еще десять человек церковно-приходского совета будут решать, рекомендовать ли кандидатуру к окрещению, допускать ли. Ласкательствуют нежными речами, расхваливают то, что провоняло, потом сползет снежкура, выйдут палачами, покажутся лжецы, плуты, каналии, но поутру нещадно с ароматом рисуют горизонту перспективы. Еще немного и услышишь маты, не соловья, шакалов, вой противный. Завлечь, извлечь, отглаженная речь, стрибуны, с кафедры сегодняшних подмостков. Кто обольстился, все пойдут под меч, смирительные рубашки, не по росту. Ласкательствуют выродок в мундире, плащавые плавные движения. Все клонит к лозунку о мире во всем мире, мозги неверующих, вот его мишени. А кто он, коммунист или баптист, или доморощенный, из лоха в свой пройдоха? Лощеный, выбритый, при галстуке, речист, не староверческая под зеленым мохом. Из Библии берет, где сладкое, как мед, лишь о любви и жизни бесконечной. Кто им доверился? По смерти тот поймет, как обольститель душу искалечил. Увидят ад, гиенну, что сокрыты, где о спасении нет намека даже. Припомнят притчу глупостью корыта, и вместо святости лицо чернее сажи. Не верьте обольстителям сектантам. В надменности спасения нехристова вам предлагают бледные поганки. Воркуют голубям в действительности совы. Пророка речь, сжигающая печь, из обличений до царя в порфире. А лжепророкам всем идти под меч. Их вседозволенность отвратней, ада шире. 25 мая 2004 года. Игнатий Лапкин.